Зураб Саткелава, Николай Басков, Тамара Гверцители, Испанский театр Фламенко, Кармен де Торрес. Самые разные артисты и музыканты в разные годы принимали участие в фестивале искусств «Звездный». А сегодня в программе юбилейного 15-го фестиваля сольный концерт его основателя, маэстро Юрия Розума. Так случилось, что концерт пришелся на дни великого потрясения для всего человечества – пожара в соборе Парижской Богоматери. Этой трагедии Юрий Розум и посвятил концерт. Играл Шопена. Спланировал заранее, но оказалось еще и очень символично. Великий польский композитор и пианист многие годы жил и работал во Франции, в Париже. Я сыграю несколько миниатюр и крупное, позднее произведение Шопена Баркаролу. Этюд до минор, два вальса, фантазия экспромт, два актюра, Баркаролу. Одно из знаменитых произведений Шопена, этюд до минор, известен как революционный. Он написан под впечатлением от подавленного русскими войсками национально-освободительного восстания на родине композиторов Польши в 1830 году. За свою недолгую жизнь, всего 39 лет, Шопен успел многое. У него есть целая галерея великолепных вальсов. Один из самых популярных – вальс номер 7 до диез минор. Иногда маэстро уступал сцену артистке, режиссеру и поэтессе Елене Скороходовой, и она читала свои стихи, посвященные музыке. Любовь – трагедия, а счастье бывает ведь в любви и счастье, когда на фоне душ слияний звучит концерт инструментарный. Гастрольный график Юрия Розума расписан на годы вперед, и каждый день тоже расписан с утра до поздней ночи. «Я принадлежу не себе, а своим обязательствам. Сплю по три часа в сутки», – говорит музыкант. Но без сожаления. Самое страшное – быть невостребованным. «Если ты не работаешь, если ты не играешь, если ты не общаешься с публикой, у тебя нет стимула, нет мотивации постоянно совершенствоваться, все, ты начинаешь гибнуть как артист. А если ты гибнешь как артист, имея такое призвание, то ты гибнешь как личность. Поэтому, слава Богу, что это не происходит, и, как Иисус Христос говорил, «Игу мое благо». Каждый год ждет щелковская публика творческих встреч с Юрием Розумом и его друзьями на фестивале «Звездный». Этой традиции уже 15 лет, и маэстро надеется ее продолжать. Теряю я разум от Розума разум. Наверное, Розум владеет гипнозом. Прямо с этого концерта Юрий Розум с чемоданом уехал в аэропорт. На следующий день у него выступление в Пекине. Ирина Микеда, Сергей Максимов, Станислав Беляев, телерадиокомпания «Щелково».